Всем привет! Мы находимся на выставке от Диссельдорф рядом со стендом Эллинг, на котором представлены две модели Эллинг Е6 и Эллинг Е4. Первый в мире обзор яхты, но ниже ватерлинии. И сперва мы начнем с Эллинга Е4, который имеет ряд принципиальных отличий от прошлых моделей. Цвет серебряный металлик. Вообще Верх впервые использовал такую краску по желанию суповладельца. Очень долго были разрабатывались образцы, но все получилось, смотрится отлично, вызывает огромный интерес в обзор ГРП, армирован кевларом ко всей Эллинг. Итак, обзор яхты Эллинг Е4 ниже ватерлинии. Начнем прямо с форштевня. Можно сказать, что мощнейший форштевень. Дальше подруливающее устройство. Сразу за подруливающим устройством начинается киль яхты, который идет до самой кормы. Тем самым лодка устойчивая, маневрена. Но что самое важное, киль закрывает винт. Пойдемте, я вам покажу это все подробнее. Нижняя точка винта находится выше нижней точки киля. Соответственно, при ошибках в навигации яхта вам это простит и даст второй шанс попробовать пройти опасное место. Принципиальное отличие именно этой модели Эллинг, ну и вообще всех моделей, начиная с 2019 года, то, что устанавливаются пяти лопастные винты. Итак, пяти лопастной винт, который был разработан специально для этой модели, значительно снижает вибрацию и шум. Это значит, что на ходу, на круизной скорости, в хозяйской каюте можно с комфортом отдыхать без лишних вибраций, потому что ранее, до 2019 года, винты были четырехлопастные. Они были эффективны, но их основная проблема была в том, что на определенных оборотах возникали вибрации и шумы структурные посторонние. Пяти лопастной винт снимает все эти вопросы. Лодка стала более комфортной и более эффективной, потому что этот винт был разработан именно для этого корпуса. Итак, дальше. Разумеется, есть вспомогательный двигатель, на котором установлен трехлопастной винт, как на парусных, на многих яхтах. Он складывается во время движения и тем самым он не тормозит лодку на ходу, когда он не нужен. Если вдруг что-то случится и основной двигатель выйдет из строя, то капитан заводит вспомогательный двигатель, который имеет отдельный топливный танк, отдельные аккумуляторные батареи. Поэтому он полностью изолирован от основной системы и всегда работает и всегда позволяет вам оставаться на ходу. Так вот, капитан заводит вспомогательный двигатель, дает ход вперед, винт открывается и начинает работать. С этим винтом лодка может разгоняться до 6,5 узлов. В принципе, это абсолютно безопасная скорость для того, чтобы вернуться в корп или закончить свой переход. За винтами установлены рулевые перья, как за вспомогательным, так и за основным. Это значит, что когда выйдет, например, по каким-то причинам, ну в основном сейчас это из-за топлива некачественного, остановится основной двигатель и вы будете идти на вспомогательном, то сохранится маневренность. Вы абсолютно спокойно сможете зайти в яхту и купить шерп. Из опции, которые заказал для себя владельец этой яхты, стоит отметить подводную подсветку. Всего здесь находится 10 таких прекрасных фонариков, которые в чистой воде, да и в общем в любой воде будут светить лазурным синим цветом. Три по каждому борту и четыре на трансе яхты. И в завершение несколько слов о корме, о трансе яхты Эллинг И4. Здесь расположено 4 интерцептора от компании Вольво Пента. Это регулировка небольшая дифферента. И крена, в случае, если есть, например, боковой ветер, на долгом переходе, то яхту можно выправить, чтобы она шла на ровном келе. И гостям было удобно.